О том, что недооценивать команду Белогорска нельзя, прекрасно знали и болельщики Читинского клуба, и игроки. Несмотря на любительский статус, дальневосточный клуб может похвастаться несколькими громкими победами над именитыми командами. Большинство игроков Белогорска имеет опыт выступления в профессиональных клубах, причем сразу пятеро в разные годы играли за Читу. С первых минут забайкальцы начали осаждать ворота гостей. Активнее прочих смотрелся полузащитник Павел Захаров. Именно после его удара мяч впервые побывал в воротах на 17-й минуте. Однако гол не был засчитан из-за офсайда. Открыть счет Чите удалось на 30-й минуте встречи, когда после розыгрыша углового отличился Кирилл Кулешов. Но в дальнейшем игра начала развиваться совсем не так, как рассчитывали болельщики. На 51-й минуте из-за травмы был заменен голки перчатинцев Александр Косенко. А несколько минут спустя ворота сменившего его Алексея Ткачева также после розыгрыша углового поразил игрок Белогорска Максим Филиппов. Игра такая получилась тяжелая, обоюдно острая. Скажу, что по моментам, конечно, преимущество было у команды хозяев. Но мы ждали своего шанса. Шанс появился, мы его использовали. В середине второго тайма четинцы остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Александр Александров. При этом до конца основного времени и в дополнительные полчаса команда хозяев все так же владела игровым преимуществом. Но изменить счет уже не смогла. В серии послематчевых 11-метровых удачливее оказались гости из Белогорска. Конечно, сказалось удаление игрока. Может быть, в равных составах там в конце бы и додавили. А так пришлось тратить очень много сил в меньшинстве. А что тут говорить? Пенальти – это уже лотерея. Лотерея нам не повезло. Свой следующий матч теперь уже в рамках первенства России. Забайкальцы проведут во вторник, 11 августа, против смены из Комсомольска на Амуре. Игра состоится на локомотиве и начнется в 17 часов 30 минут. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова